В Щелковском парке культуры и отдыха здесь моржи щелковские занимаются укреплением своего здоровья. И здесь возле спасательной станции прорубь, и один за другим они заходят в воду и дали нам даже комментарий. Многие думают, что вот это показуха или прочие вещи. Нет, это не так. Я, например, чисто для себя, для своего здоровья. Шесть лет назад посмотрел, решил попробовать. Понравилось все. Каждый день. Главное – постоянство. И главное – вера. Искренняя вера в то, что ты делаешь. Что это полезно, что это хорошо, что это интересно, что это заряжает, что это молодость, это красота. Впереди крещенские купания. Но этим людям окунаться в студенную воду не в новинку. С членами Щелковского клуба любителей зимнего плавания мы познакомились, когда они очень весело и даже с каким-то, можно сказать, особенным воодушевлением заходили в холодную клязьму. Но они сами утверждали, что в проруби вода теплая. Этому, конечно, можно поверить, если учитывать, что имеешь дело с энтузиастами, которые этим занимаются всю зиму, практически каждый день. Сюда же, к спасательной станции в парк, пришел сегодня один из сотрудников медицинской службы. Он рассказал нам о пользе зимнего купания. В 60 раз сокращаются случаи заболевания простудой, в 30 раз хроническими заболеваниями. Но к такому важному делу необходимо готовиться заранее. К этому нужно подходить с маленькой капли. Сначала нужно пройти обследование, чтобы врач заявил, что можно заниматься закаливанием. Это нужно, прежде всего, заниматься летом, в речку купаться, по чуть-чуть. А по чуть-чуть, по чуть-чуть, потом уже можно идти уже и осенью заходить, ноги обмачивать. И только тогда, только тогда можно приступать уже к зимнему купанию. Несколько лет назад так и поступил человек, который отвечает в районной администрации за физкультуру и спорт. Теперь вместе с членами клуба он окунается в прорубь. Благодаря нынешнему руководству парка, комитету по культуре, вместе мы нашли общий язык, поставили вагончик, где смогли собрать всех тех разрозненных наших любителей зимнего плавания. Они также и круглогодично купаются. И разместить в этом новом вагончике. В этот вагончик удалось провести свет. Причем члены клуба очень благодарили руководство района за заботу о них. Теперь они ходят купаться по собственному личному графику. У каждого из них есть ключи от вагончика. И тем щелковчанам, которые захотят к ним присоединиться, достаточно оставить здесь свой телефон. Им позвонят. Так что здоровья, друзья! Андрей Цеханович, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково»